итак девочки давайте покажу вам как провязываются укороченные ряды и как вяжутся поворотные петли для начала вот когда у нас вот мы с вами вязали 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 да у нас все петли на спица и мы начинаем вывязывать вырез горловины то есть мы начинаем с горловины кстати я вам не сказала вот здесь вот в этой схеме когда мы начинаем вывязывать вырез у нас тут еще остаются ряды и мы скос плеча пока не вяжем так вот у меня вот здесь вот еще будет одна прибавка вот здесь и вот здесь да то есть прибавки делаются с двух сторон так вот вы посмотрите сколько у вас вот на этот отрезок то есть между тем моментом пока вы начнет когда вы начнете вывязывать вырез горловины и когда вам нужно будет вывязывать скос плеча сколько у вас здесь рядов и сколько у вас еще остается прибавок то есть ритм прибавок у всех разный у меня вот так получается что тут остается одна прибавка так вот когда я расставляю маркеры вот я их уже повесила рекомендую использовать вот такие разъемные маркеры то есть вам не нужно провязывать весь ряд чтобы поставить маркер да если мы поставим какой-то кругленький маркер который неразъемный нам придется вязать ряд пересчитывать все петли и устанавливать эти маркера эти сразу можно повесить так вот когда то есть в конце там где я скос плеча начну вывязывать у меня здесь будет 48 петель с этой и с этой стороны то есть на линиях плеча 48 но тут у меня еще одна прибавка будет значит сейчас вот в этот момент я ставлю маркер отсчитывая от края 47 петель и с этой стороны точно также вот чтобы провериться линия горловины вот эти петли у нас не поменялись то есть тут мы никаких прибавок делать не должны то есть линия горловины у нас должна отойти то есть здесь будет 42 петли это по моим расчетам у вас будут свои цифры конечно же все начинаю вязать что я сейчас делаю да то есть мы провязываем все петли плеча потом провязываем все вот эти вот петли и вот в этой точке останавливаемся давайте я их провяжу без вас чтобы не тратить ваше время а то у нас видео получится очень длинным и так смотрите что у меня на спицах я прошла всю линию плеча довязала до маркера и от маркера отсчитываю вот эти 11 петель все 11 петель я провязала и давайте договоримся так просто будет удобнее отсчитываем вот эти петли а разворот делаем следующей петли можно и в этой сделать смотрите как вам нравится вот но я буду делать в следующем не так удобнее то есть это 12 петля она у меня будет разворотной я ее провязала лицевой и поворачиваю вязание то есть сейчас мы пойдем обратно для того чтобы у нас это разворотная петля выглядела в полотне красиво то есть если мы сейчас провяжем ее у нас будет вот здесь дыра чтобы этой дыры не образовалась я снимаю эту петлю как изнаночную и ниточку завожу вот сюда за так скажем за работу да то есть петля перетягивается ведь получился вот такой вот перекрещивание здесь держу крепко прям натягиваю очень хорошо ниточку и провязываю следующие петли тоже старательно стараясь вязать их туго вот все эти дырки не осталось у нас петля затянута потом мы ее провяжем правильно я покажу как и у нас не будет видно абсолютно что у нас здесь что-то где-то поворачивалась все вижу обратно этот ряд то есть я сейчас прохожу вот эти все петли прохожу маркер и ухожу в конец то есть вот вот он этот ряд вот этот ряд мы с вами только что провязали да еще раз крестик здесь нарисую сейчас мы вяжем вот этот ряд и уходим до конца ряда так этот ряд у меня довязан видите до самого конца ничего здесь не оставляю до кромочной провязала поворачиваю вязание и смотрите у меня сейчас здесь тот ряд в котором мне нужно сделать прибавку то есть я про эту прибавку вспоминаю обязательно и провязываю эту при бабочку для того чтобы у меня вышло то количество петель которое мне необходимо на линию плеча иначе когда мы начнем с вами сшивать перед и спинку у нас с вами не совпадут петли так тут я тут я провязываю скрещенную петлю и вижу получается вот до этой точки сейчас покажу в этом месте остановлюсь и покажу где что смотреть так смотрите линию плеча прошла маркер прошла теперь как найти ту точку в которой мы должны с вами развернуться то есть от маркера считаем вот эти петли 1 2 3 4 5 6 7 8 вот в этой точке после 8 петель мы делаем разворотную петлю считаем от маркера 1 2 3 4 5 6 7 8 и в следующий делаем разворота провязываю я ее и сейчас буду разворачиваться либо вот с этой петли считаем до от первого разворота нашего смотрите вот она разворотная петля видите она не похожа на остальные тут видите вот провязаны вот эти вот как галочками петли а здесь вот он узелок разворотной петли так вот вот эта двойная разворотная петля вот она вот эта двойная разворотная петля у нас и есть то место от которого можно сочетать раз два три значит вот в этой петле мы делаем разворот все то есть три посчитала я вот эти петли вы поняли надеюсь снова я эту петлю снимаю перетягиваю ниточку за работу крепко крепко держу и вижу следующие петли тоже очень очень крепко все сейчас у нас с вами 2 разворотные петли видите вот тут вот такие вот она и вот она разворотные петли я надеюсь вам видно вот петля с узелком двойная и вот петля с узелком двойная их видно да то есть считать в принципе будет легко главное уметь их распознать в полотне все считаем все перепроверяем каждую строчку везде да кстати мы с вами провязали уже вот этот ряд и вот этот ряд до вяжем вот этот все отмечайте на своей схеме я отмечаю на своей красивущей нарисованной схеме но зато я знаю что у меня все правильно вижу снова этот ряд до проймы до кромочной петли так девочки смотрите я тут чтобы не задерживать никого провязала уже несколько рядов вот видите отмечая их тут ручкой и сейчас я провязала лицевой ряд вот в этой точке развернулась то есть от маркера раз два три четыре петли в следующий развернулась и вяжу обратно то есть у меня сейчас будет вот этот ряд и как вы видите да он уже не до конца идет то есть вот этот ряд мы сейчас вяжем что у нас в этом ряду смотрим вот они значит . моя разворота через 4 петли раз два три четыре видите следующий разворот так дальше я провязываю все петли плечевого скоса вот в эту сторону вижу да это у нас 3 изнаночный ряд и не довязала 9 петель вот они раз два три шесть девять ох и руки так вот здесь то же самое вот как мы с вами тут отсчитывали и в следующий разворачивались здесь тоже самое можете развернуться вот в этой петле то есть получается 9 петель и в следующий разворот можете развернуться в той же самой ну то есть для себя какую-то тактику выбрали до в какой петли вы разворачиваетесь вот я могу провязать еще одну петлю и получается в девятой петли от края я развернулась так и теперь смотрите это у нас лицевой ряд и здесь мы немножко по-другому провязываем эту петлю я снимаю как лицевую вот эту петельку в которой мы разворачиваемся до пересняла ее на эту спицу и ниточку мы вводили в изнаночном ряду за работу здесь мы в лицевом ряду нитку выводим перед работой вот видите вот я ее вытянула вот эту петельку вот она сюда перетянулась и у нее стала она двойной стала точно также очень крепко натягив ниточку и провязываю петельки которые у нас тут рядом вот вот она эта петля вяжем дальше то есть я сейчас вот в этой точке развернулась вот эти точки я тоже обрисовываю чтобы мне понятно было что я уже их прошла и вижу вот этот вот ряд то есть здесь пройдем все петли пройдем маркер и раз-два-три после 3 следующий я развернусь все дальше уже но я надеюсь вам понятен сам процесс смотрим где в какой точке нам нужно разворачиваться и вяжем давайте вот эти вот все ряды мы пройдем и когда мы перейдем вот на этот ряд я вернусь к вам смотрите девочки решила вернуться чуть раньше к вам сейчас я вижу вот этот вот ряд и мне нужно развернуться то есть вот это вот самое кропотливое наверное место я вам хочу его показать мне нужно развернуться после первой петли да вот в этом месте вот он мой маркер одна петля провязываю да и мы с вами же договаривались в следующий разворачиваемся то есть смотрите у меня все вот эти вот петли где по одной они у меня вот они все раз два три видите двойные вот они все эти петли поворотный то есть вот одну провязала и вот в этой петле я разворачиваюсь то есть одна до маркера у меня осталась свободная петля так сделали ее поворотной вяжем следующий ряд то есть сейчас у нас начинаются в изнаночном ряду петли плечевого скоса вот из этой точки я вижу вот этот ряд и вот сюда прихожу да вот в этой точке сейчас буду разворачиваться то есть мне надо всего провязать 10 петель 1 2 3 4 сегодня у нас такая влажность не у меня ли он не хочет вязаться прям вот не скользит не по пальцу не по спицам так сколько привязала раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и в следующий разворачиваюсь так вот они мы 10 петелек которые мне осталось пройти то есть сейчас вот этот ряд я вижу до маркера здесь делаю поворотную петлю да и провязываю вот эти 10 петель и смотрите почему я оставляла как бы вот вы не в этих петлях разворачивалась а в следующий мне надо было чтобы здесь у меня осталась одна свободная петелька почему потому что мы с вами сейчас находимся вот тут у маркера и нам с вами надо снова повернуться и провязать вот этот ряд там где мы будем сейчас закрывать все петли а чтобы повернуться мне нужно было свободная петля вот она мы в ней разворачиваемся так но в принципе если вы это не учли то можете развернуться вот в этой петельки ничего страшного не произойдет разворачиваемся делаем ее поворотной и начинаем вязать изнаночный ряд закрываете петли которые у нас с вами получились двойные то есть это вот это вот это вот это вот эта вот эта петля сейчас покажу как закрывать немецкими называются вот эти разворотные петли так раз два три 4 5 6 7 8 9 вот она вот смотрите как их найти в изнаночном ряду не очень видно вот если вот так вот под виду да непонятно тут видите как будто бы накид какой-то к чему он относится непонятно но если мы развернемся на лицевую сторону то вот здесь вот у этой петли мы увидим узелок и вот она вот эта двойная петля связанные вот этим узелком это и есть немецкая разворотная петля то есть я еще одну провязываю сейчас изнаночную вот видите он вообще не хочет у меня вязаться так и изнаночная петля что мы делаем вот ну самое хитрое наверное здесь в провязывании вот этих вот петель завожу нитку как при вязании изнаночной петли но спицу я завожу вот туда из-под низа то есть смотрите вот у меня вот тот узелок который у нас образовался на этой спице две ножки петли и на этой тоже две ножки петли вот это мне говорит о том что я попала в центр этой петли обязательно вот это проверяйте и тогда у вас все будет провязана идеально главное чтобы на обе спицы попали вот эти вот двойные петельки и вот сейчас я сделаю такую как бы накид на спицу и вывязываю то есть вывожу ниточку туда все подтянули посмотрели видите получилась красивая ровная петелька лицевая с этой стороны здесь у нас такой узелочек но его не будет видно поверьте мне на слово вяжу до следующей поворотной петли и точно так же ее провязываю лицевые провязываться немного проще а вот изнаночные вот с таким так скажем candy бубером вот она у меня разворотная петля видите узелок да все накинула ниточку а спицу вот там вот этот узелок мне надо попасть видите вот зашла и вижу здесь у меня две ножки я попала и здесь две вот повернул с этой стороны надеюсь вам все видно все накинула ниточку и увела туда вытащила петельку тут ее немножко так расправляйте и получается у нас лицевой стороны все идеально но это уже будет в следующем ряду когда вы провяжите вы потом их вообще не найдете все я довязываю до конца два раза показала думаю не буду тратить больше ваше время ну и примерно примерно что у нас получилось посмотрите я закончу сейчас уже без вас вот у меня так как бы это сделать чтобы это было видно вот у меня петли плечевого скоса то их видно и вот у меня горловина посмотрите как красиво все на спицах все петли на спицах пока мы ничего не закрываем то есть сейчас я движу этот ряд до конца и в следующем ряду просто провяжу вот эти петли здесь я буду закрывать лицевые и я вернусь к вам покажу как они закрываются итак смотрите я уже вижу лицевой ряд то есть вот этот ряд который у нас закроет вот эти петельки когда мы через них пройдем и мы перейдем вот в эту сторону то есть на край противоположный нашей полочки вот я провязала петли до маркера то есть вот я начала дошла до края и от края еду все петли провязываю дошла до маркера вот у меня петельки на спицах и здесь помните да сразу у нас вот эти четыре потом мы разворачивались когда шли в том ряду вот здесь еще поворотная петля то есть у нас их тут 5 подряд идет и дальше вот через вот эти расстояния наши поворотные петли мы сейчас должны закрыть так вот в лицевом ряду как закрываются поворотные петли здесь проще здесь нам виден вот этот узелок посмотрите вот я если спицу вот так вот сюда заведу вот видите то есть здесь две ножки петли здесь две ножки вот посерединке узелок вот туда вот в этот центр нам надо попасть то мы же вяжем с вами лицевые петли это лицевой ряд значит завожу я спицу вот так и провязываю в эту точно также захожу главное проверяйте что вот когда вы попали спицей в центр тут две ножки петли и здесь две ножки петли по серединке узелок все вот таким образом провязывается с лицевой стороны поворотные петли немецкие и они у нас будут век выглядеть очень красиво не торопитесь если что-то где-то говорю сегодня у меня ли он не вяжется вот не было такого до этого сегодня стоит жара и парит видимо он намок тоже впитал в себя эту жару эту влагу и не хочет вязаться вот прям вы наверно слышите треск да как я как он об спицы не хочет скользить так вообще вязалось все хорошо а это у меня уже простая петля до 1 2 3 4 5 вот они 5 я провязала следующая у меня простая петля снова поворотная провязываю главное смотрите чтобы ваша спица попала в центр петли снова здесь простая петля это у меня так поворотная выскочила ниточка так и здесь две простых и поворотная все дальше петли горловины идут и мы переходим через маркер на эту сторону то есть мы сейчас вяжем до самой последней кромочной петли этот ряд и так девочки я остановилась вот на этом месте то есть у меня вывязана полностью правая сторона нет это левая сторона полочки потому что это если мы повернем на себя это левая сторона полочки полностью вывязана с правой стороной я думаю вы справитесь я все подробно вам рассказала здесь единственное отличие в том что когда мы вязали эту сторону мы с вами к петлям горловины шли в лицевом ряду и возвращались вот сюда к краю в изнаночном здесь будет наоборот в изнаночном ряду вы будете проходить к петлям горловины в лицевом ряду в обратную сторону а в остальном все точно также главное если вы нарисовали для себя вот эту схему со своими цифрами со своими поворотными точками то вы точно справитесь отмечая все ряды которые вам надо провязать и так вот что у нас должно получиться там внизу у меня лежит спинка со своим горлом да здесь сперед но это немножко тут стянуто все леской все будет немножко по-другому выглядеть когда мы закончим и оформим все следующем уроке я вам покажу как выполнить плечевой шов то есть один из моих самых любимых вариантов если вы знаете какие-то свои способы ради бога то есть что с этими петлями можно сделать я буду делать шов по открытым петлям вы по желанию можете закрыть петли плеча и выполнить шов по закрытым петлям петли горловины я рекомендую пока оставить на спицах и когда мы с вами выполним плечевые швы здесь можно связать будет какую-то окантовку хотя в принципе можно также их закрыть и уже больше ничем здесь не оформлять горловину по вашему усмотрению по вашему желанию делайте так как вы считаете нужным смотрите как ведет себя ваша пряжа как выглядит тот или иной способ допустим до закрытия горловины я думаю провязать также как внизу несколько рядов платочной вязки и закрыть уже петли после после того не знаю посмотрю примерю на себе как это будет смотреться вот и уже приму окончательное решение